Всем привет! Не знаю, как у вас, но у меня сегодня пестрит лента о том, что канал Дмитрия Пучкова, он же его еще знают, как Гоблина, со вчерашнего вечера пестрит, в принципе, новостные ленты, и в Ютубе у меня попадаются ролики об этом, что его просто удалил Ютуб. Причем я так понимаю, без предупреждений, без всего, просто пришло сообщение, что ваш канал удален в связи там с проверкой. И, как я слышала, какой-то мне попался ролик, комментарий самого Дмитрия, что он говорит, да, просто пришло уведомление, что у вас канал удален в связи с проверкой, не объясняют почему, за что, еще что-то, просто он удален. Вот, был канал и нет. Причем канал этот давно в Ютубе, да, я видела ролики и 5-6 летней давности, я не могу сказать точно, сколько этот именно канал существует в Ютубе, потому что я фактически о нем узнала, ну, может быть, месяца 2-3 назад узнала благодаря ролику про ГУЛАГ, про Солженицына, и так стала смотреть его ролики, ну, причем в основном я смотрела его старые ролики, было интересно послушать, о чем говорили тогда и то, что происходит сейчас, какие ставили прогнозы, потом какие-то исторические моменты, смотрела ролик, очень понравился, про разбор отравления Навального, ну, и как бы, в общем, вот так закрутился, я узнала о его канале, потом я узнала, что, оказывается, вот этот самый Гоблин, я не знала, что это он, от кинематографов, от фильмов я далека, у меня, я слышала от мужа перевод Гоблина, перевод Гоблина, то есть, когда-то они там с ребятами обсуждали, то есть, ну, как бы знаю я, да, вот, и поняла, что это, собственно, она была очень удивлена этому, то есть, такой разносторонний человек говорит о многом, и буквально пару дней назад я смотрела в интервью, вышла на канале сама Меньшова, Юль Меньшова, большое интервью с ним, очень интересно, а, еще я смотрела, мне нравилось ответы на его на вопросы, у него были на канале, где ему сидит, девушка задает вопросы от зрителей, такие часто встречающиеся, и он на них отвечает, знаете, ну, мужик, прям мужик такой, да, вот этих девяностых прошедший, сам он что-то 6 или 7 лет проработал операм, ну, как бы вот, ну, разносторонний, интересный мужчина, в принципе, мне было интересно слушать, опять же, люблю такие, как подкасты, включаешь, ходишь, слушаешь что-то, у него были интересные гости, причем такие гости, которые не избитые, которые по всем, по всем каналам, да, и они говорили про экономику, за последнее время, да, говорили много о том, что будет с экономикой в России, ну, еще что, да, он высказывался достаточно конкретно, он конкретно озвучил свою позицию, но он признавал, что то, что сейчас происходит, это плохо, но он, как бы, объяснял, почему он считает, что это не было неизбежно, то есть, у него было свое мнение, своя позиция, и вот так вот одним днем просто закрывают, что сам он говорит, что он это прекрасно понимал, что когда-нибудь к этому придет, это как раз вопрос о свободе слова, да, как у нас любят кричать, что в России нет свободы слова, или еще что-то, сколько за, там, уже с 24 февраля, да и до этого тоже было, именно ютуб, который, американская платформа, закрывает просто в один день, в одну минуту, годами созданные каналы, которые собрана аудитория, вот так вот просто раз, и все, и нет канала, да, и мы о какой свободе слова говорим, то есть, я не скажу, что у Пучкова что-то было запредельное на его канале, какие-то оскорбления, угрозы, еще что-то, просто, да, были какие-то гости, которые рассказывали свою точку зрения, анализировали, он высказал свою точку зрения, и вдруг вот так, да, какая у нас прекрасная свобода слова, почему-то это свобода слова, только, когда касается российских блогеров, российских СМИ и, ну, вообще России, она где-то это демократия, там, или что-то европейское, вот это американское, все почему-то на этом заканчивается, я просто это вот правда уже обратила внимание, не слышала я каких-то громких закрытий каналов, там, Украины, Европы, Америки, вот таких вот, да, которые также в стороны русских говорят нелицеприятные вещи, высказывают свое мнение, как говорят, это их мнение, ну, как-то вот, мне кажется, тут, ну, наверное, уже все достаточно показательно, да, и все понятно, вот, но почему я, собственно, хотела сказать, потому что, ну, записать это видео, потому что, ну, это действительно для меня принесло такой ущерб, правда, я смотрела этот канал, причем, я говорю, я смотрела, я не успела все пересмотреть, в конце концов, у меня было там ролики, которые мне подались, ну, знаете, смотрите один ролик, и там в рекомендации впадают следующие ролики, и ты по названию понимаешь, хочешь ты это посмотреть или нет, я не успела пересмотреть все, что меня заинтересовало по названию, то есть, блин, меня это расстроило, вот, но он сам говорил, говорит о том, что он понимал, что к этому придет, он готовился, и, по-моему, он сказал, у него порядка пяти тысяч роликов, было на канале, и за полгода он их все перенес на Яндекс Дзен, на Рутуб, ну, еще куда-то, в общем-то, на Яндекс, по-моему, он перенес, ВКонтакте, то есть, все это есть, все это осталось. Знаете, я даже вспоминаю, что он уже, да, действительно, к этому давно готовился и понимал, он был очень аккуратен, почему еще удивляет удаление вот так вот канала, просто потому что он же был аккуратен, он понимал, за что может прилететь, а тут, видимо, уже просто, знаете, долго не искали, да что-то копаться, в принципе, мне кажется, не нашли, и просто решили без объяснения удалить, потому что, например, у него было интервью с Монтян, и оно было выложено только в Яндекс Дзен, на Ютубе этого интервью не было. Но самое обидное, что я пошла искать на Яндекс Дзен, хотя, ну, мы привыкаем, я, например, привыкла все смотреть на Ютубе, я не знаю, честно от себя пойду ли я сейчас смотреть на Дзен его ролики, ну, так вот специально, потому что на Дзене я редко сижу, ну, хотя, может быть, и будет повод все-таки освоить эту платформу для себя и потихоньку туда переходить для просмотра там блогеров, которые мне нравятся, потому что, как правило, все все дублируют сейчас на Дзене, по крайней мере, точно. Я пошла смотреть с учетом, что у него на канале на Ютубе, ну, ролики набирали по миллиону просмотров, да, ну, где-то плюс-минус, ну, сотни тысяч просмотров они набирали точно, на Дзене я сейчас смотрю 8 тысяч просмотров, там, 20 тысяч просмотров, не больше, то есть аудиторию, конечно, он потерял, но это всегда так тяжело, когда ты переходишь с платформы на платформу. Возможно, за счет того, что большинство все-таки смотрел на Ютубе, на Дзене смотрел меньше, сейчас, наверное, увеличится. Как он сам рассказывал, особенно, там, после 24 февраля, у него канал по просмотрам очень начал расти, и он в интервью Юлии Меньшовой рассказывает о том, что, говорит, я не знаю, как отработают вот эти совпадения, но, говорит, после того, как разбили ЦИПСО, ну, вот, какой-то там колл-центр или что, да, на Украине, у меня, говорит, резко стали, выросли просмотры, стали расти, то есть, насколько, говорит, я лет не дополучал свою аудиторию, что делали, как подкручивали, как тормозили, я, говорит, не знаю, но резко у меня прибавилось количество просмотров на роликах после вот этого всего, то есть, он еще и сейчас в такой, ну, непростой, да, ситуации, он стал расти, его канал, хотя он был большой, и по просмотрам, по всему, и, видимо, кому-то это очень не понравилось, что люди, наверное, прислушиваются, может, мне не получают альтернативную точку зрения, и, собственно, мы понимаем, кто руководит Ютубом, да, как бы тут не надо говорить, что это какая-то несвобода слова со стороны России, да, ну, как бы все понятно, вот, короче, очень обидно, что так происходит, и, знаете, это же детище, человек растел, как бы он сейчас, он такой, знаете, мужик, он не покажет, но мне кажется, все равно ему очень обидно, потому что это было детище, хотя у него осталось, он часто на канале есть, по-моему, Яковлева, это канал, он историк, что ли, Яковлев, а цифровая история, мне кажется, он там появлялся, часто есть ролики, не знаю, будет ли сейчас там выходить, и еще есть такой канал Супер Уралов, вот там они, ну, разбирают ситуацию, они, причем это специально сделали, не стали делать у Пучкова на канале эти ролики, потому что они, ну, там, про Украину они разбирают, как, что происходило, ну, вот этот вот Уралов рассказывает свои мысли, он сам политехнолог, и вот рассказывает, как это все работает, действует, ну, свои мысли высказывает по поводу ситуации на Украине, политики, как вот всему это пришло, что, как бы, ну, в общем, вот так, и они так честно сказали, я слышала Уралова, когда он сказал, мы не стали это выкладывать на канале Пучкова, потому что мы понимаем, ну, чем это чревато, что канал могут снести, и поэтому это выкладывалось, ну, выкладывается на другом канале, вот, и получается, что все равно это не спасло, то есть смысл в чем, что Пучков, он понимал, что можно, что нельзя, он дорожил в своем канал, он не закидывал на него все, что угодно, да, там всю правду мат, как ему хотелось, то есть он все-таки фильтровал, и все равно нашли до чего докопаться, вот все равно, да, хотя, по сути, даже не объяснили до чего. Вот так это работает, блин, мне, правда, как-то обидно за него, это его детище, он его строил, он, я считаю, что он не делал ничего плохого, не было никакой глобальной, ну, как сказать, пропаганда, да нет, там действительно мне казалось больше действительно его честные мысли, ну, да, человек имеет право относиться, так, он, ну, вот он говорил как есть, почему он не имеет право на эти мысли, потому что кому-то они не угодны, ну, тогда давайте не будем говорить о европейской демократии и свободе слова. Ну, вообще, да, я уже не раз говорила, что сейчас вот эта вся ситуация очень показала нам вот эти ценности европейские, еще что-то, все это показало наглядно, чему нас они пытались учить, чему нам говорили, а я его плохо поступайте, сейчас они делают ровно точно так же. Когда у них приперло, когда пошло не по их сценарию, и как им не выгодно, они благополучно забыли обо всех своих ценностях и обо всем. Так что вот так вот. Поэтому сейчас очень многие почему-то выставляют вот это, как иронизируют над тем, что когда Юрий Пучков в какой-то соцсети, я не видела, ну, скинул скрин, что удалили его канал, его даже поддержал Дмитрий Медведев, написал, тезка, держись, мы отомстим. Что это подразумевало, я не знаю, наверное, какой-то может быть закроет, хотя у нас, я знаю, закрыты у нас, кстати, не знаю, на Ютубе закрыты какие-то каналы для российского пользования, чтобы не видно было. Ну, наверное, какие-то есть, да, в любом случае. Конечно, мы закрыть канал ничьи на Ютубе вот так не можем, только для ограничений для России, да, например. Ну, не знаю, не сталкивался, есть или нет такие, не могу сказать. Я знаю, что, да, я слышала о том, что Мантян, канал Ширия с Украины не могут смотреть, ну, кто находится на территории Украины, не могут смотреть эти каналы. Ну, там есть хитрость через ИП, понятно, это всё, но вот, по крайней мере, вот так вот. Вот. Печально, грустно, что человек потерял, но, наверное, ещё плюс ко всему, конечно, потерял доход. В принципе, это был немаленький в его жизни, но, как он рассказывал Юле Меньшовой, что, в принципе, денег он заработал уже неплохо, и он не отрицает, что это его заработок, и всё такое. Ну, послушайте, обычный мужик, знаете, нет у него какого-то такого прям политического, прям жуткого настроя, он просто интересуется, просто разбирается в каких-то ситуациях. Очень мне понравился тогда ролик про ГУЛАГ. Конечно, в этом надо разбираться, нужно слушать две стороны, как-то всё это составлять в одно. Да, я никогда не говорю, что вот всё, вот они точно правы, да, про Солженицын. И вот про Навального мне очень... Вот про Навального мне очень нравился разбор по отравлению Навального. Там были два брата. Один, по-моему, он где-то работал как раз по вот в медицине, по вот этим всем отравляющим веществам. Второй, по-моему, он спортсмен. Ну, в общем, они разбирали. И вы знаете, вот опять же, здесь те вопросы, которые у меня рождались в голове, нестыковочки во всём этом. Ну, как-то это было, вы знаете, как будто бы неправильно задавать этот вопрос. Но все же вот так поддерживают всё это. А они задали эти вопросы и дали на них ответ, что очень-очень странные какие-то. И я получила ответ на свои вопросы. После этого, знаете, я уже много встречаю роликов. Как-то вот до этого, знаете, я прям понимаю, что я была подвержена вот этой вот пропаганде безусловной. То есть нельзя задавать вопросов, нельзя вникать. Вот просто плохо и всё. Мы должны жалеть, мы должны понимать, мы должны как бы вроде поддерживать. Сейчас я чувствую себя жутко обманутой по отношению, по ситуации с Навальным. Потому что я нашла столько роликов, которые очень люди замечали и разбирали ситуации. И всё так. Я чувствую себя очень обманутым человеком в этой ситуации. Вот. Так что вот так вот. Ладно, всё. На этом я буду заканчивать. В общем, хотела высказаться. Обидно, грустно. Были интересные ролики у человека. Может быть, это такой звоночек, что пора переходить действительно на блогеров Яндекс.Зан. Они там всё дублируют и смотреть и оставить этот YouTube. Наверное, мы приходим к этому. Благодаря этому быстрее перейдём на наши платформы. Может быть, так. Всё, мои дорогие. И, ну, если вы что-то хотите высказать по этому поводу, пишите в комментариях. Знаете, не знаете, смотрели, не смотрели этого блогера. Ну, как-то он же, не знаю, назвать блогерами даже сложно. Мне кажется, просто человек, который рассуждал, приглашал интересных людей, развился в YouTube и стал очень интересным каналом. Вот. Всё, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.